У редакции «Гомельской правды» у гэтаи дни перацвяточный настрой. Як и раней, журналисты рыхтуют материалы у ближайший номер, але думки, по великим рахунку, про надыходящий юбилей. У решти областная газета – самое старое друкованное выдание у Беларуси. Свою гисторую и она отличная от цыковицкого номера из вести Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов. До юбилея у редакции обещают подрыхтовать специальный номер, але только гэтым запланованные мероприемства не обмяжуются. Во всех троллейбусах с логотипом «Гомельской правды» 22-го сэковика у гадзину ПИК организуют бесплатный проезд. Плюс выпуск специального паштового конверта, обвешение сяручытачоу конкурсу частушек и проведение минифутбольного турниру. Запланирован ряд акций такого познавательного плана. Это будут проводиться интеллектуальные турниры в школах Гомеля, в частности, в 14-й гимназии. Мы планируем также организовать игру «Что, где, когда» с участием Леонида Климовича по истории нашей газеты, посвященную столетию. Мы планируем посадить не менее тысячи деревьев, тоже заложить такую маленькую рощу «Гомельской правды». Завтра у музея Палаца румянцев Гипаскевича отбудется презентация выставы, присвеченной юбилею газеты. И еще одну выставу «Хронограф» плануется разместить у Гомельским музея фотографий. Зараз ей можно убачить непосредственно у редакции газеты. Тут же знаходятся и первые экземпляры, выдадзены до юбилею книги. Над проектом працавали больше, как год. За этот час не только собрали материалы у архиве, али и переглядзели усе нуморы газеты, які захавалися за 100-гадовую историю. Последние, наверное, полугода более-более так активно. А вообще, конечно, подходы начались уже пару лет назад, потому что был составлен план, творческие работники получили задания. Надо было, конечно, каждому поработать, каждый приложил свои какие-то силы для того, чтобы, по сути, весь творческий коллектив, чтобы получился хороший конечный продукт. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».